так библия книга святого писания ветхого и нового завета классические библия книги священного писания ветхого и нового завета классические в русском переводе с параллельными местами библейское общество Москва 1993 год ветхий завет бытие сотворил ветхий завет после инсульта самый простой способ восстанавливать нервные сети читать книги библию молиться богу и читать библию самый лучший способ восстанавливать нервные сети связи в организме голос слабый будем тренировать сегодня 10 5 какое сейчас скажу какое число сегодня 10 февраля 2023 года слышите какой у меня слабый голос связки слабые ослабшие после инсульта будем их тренировать глава бытие глава первая сотворение неба и земли сотворение человека вначале сотворил бог небо и землю земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною и дух божий носился над водой и сказал бог да будет свет и стал свет и увидел бог свет что он хорош и отделил бог свет от тьмы и назвал бог свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день один и сказал бог да будет твердь посреди воды и да отделяет она воду от воды и создал бог твердь и отделил воду которая под твердью от воды которая над твердью и стало так и назвал бог твердь небом и был вечер и было утро день второй и сказал бог да соберется вода которая под небом в одно место и доявится суша и стало так и назвал бог сушу землею а собрание вод назвал морями и увидел бог что это хорошо и сказал бог да и про израсти земля зелень траву сеющую семя древо плодовитое приносящее породу своему плод в котором семя его на земле и стало так и произвела земля зелень траву сеющую семя породу ее и дерево приносящее плод в котором семя его породу его и увидел бог что это хорошо и был вечер и было утро день третий и сказал бог да будет да будут светила на тверде небесное для отделения для дня от ночи и для затмения времен и дней и годов да будут они светильники на тверде небесное чтобы светить на землю и создал бог два светила великие светила большие для управления днем и светила меньшие для управления ночью и звезды и поставил их бог на тверде небесное чтобы светить на землю и управлять днем и ночью отделять свет от тьмы и увидел бог что это хорошо и был вечер и было утро день четвертый и сказал бог да произведет вода присмыкающихся душу живую и птицы да полетят над землею по тверде небесной и сотворил бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся которых произвела произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу ее и увидел бог что это хорошо и благословил их бог говоря плодитесь и размножайтесь наполняйте воды в морях и птицы да размножайтесь на земле и был вечер и было утро день пятый и сказал бог да произведут земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных породу их и стало так и создал бог зверей земных породу их и скот породу его и всех гадов земных породу их и увидел бог что это хорошо и сказал бог сотворим человека по образу нашему по подобию нашему и до владычествуют они над морями над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всей землей над всеми гадами присмыкающимся по земле и сотворил бог человека по образу своему по образу божию и надежно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...